Все достаточно, мне кажется, понятно. В общем-то, та предварительная работа, которая была проведена на последние полтора-два месяца, она, конечно, и объясняет ту активность, которую показали наши граждане в предварительном голосовании. Вот непосредственно мы, как я, в общем-то, возглавляю отрасль легкую промышленность нашей страны, на всех, скажем, подготовительных, переговорных, общественных площадках на наших предприятиях нами была подготовлена вот такая брошюра, да, то есть за Беларусь общественное объединение Белорусский союз женщин легкой промышленности, где мы постарались отразить все изменения и дополнения, которые затронули нынешний проект Конституции, и мы такие брошюры раздали в коллективы для того, чтобы кроме печатных изданий, да, которых было массово, кроме интернет, тоже было очень много информации для ознакомления, мы непосредственно в коллективы вот выдали такие, нашим женщинам, так как у нас в основном 80% женщин в отрасли, для того, чтобы они могли ознакомиться с теми изменениями, которые, в общем-то, будут предложены для обсуждения на нынешнем мероприятии. И самое главное, вот что я отметила, что, вы знаете, даже встречаясь с коллективами, и в первый раз, например, и даже спикеры, которые вот были приглашены, приглашенные, выступали с поправками или разъясняли в коллективах, какие изменения, допустим, предлагает нынешний проект, вроде как изначально коллективы воспринимали достаточно тихо, и, в общем-то, иногда даже не было таких вопросов, а вопросы возникали потом, когда первый раз люди слушали и пытались разобраться, что же им предлагается, выяснялось, что даже не каждый член, скажем, нашего большого пула легкой промышленности в принципе знаком с Конституцией, и что отрадно отметить, что, конечно, отмечалась потом большая заинтересованность после таких встреч, именно погрузиться, не только там проект Конституции, вообще изучить этот документ, а что же такое Конституция, о чем вообще говорит общество. И иногда получалось так, что даже после таких встреч коллективы хотели еще проводить разъяснительную работу, и так получалось, что в некоторых коллективах даже не один раз, а доходило до трех раз, что выходили люди, которые могли обсуждать эту тему, и разъясняли нашим женщинам по той или иной статье Конституции, что это значит. И больше всего, наверное, если подводя итог вот этого подготовительного периода, обсуждали, наверное, что такое вообще Всебелорусское народное собрание. Многим женщинам вообще было непонятно, и очень, особенно первый месяц обсуждений, все пытались на площадке разобраться, так, а что это за орган, для чего он создается. И, в общем-то, когда буквально таким простым, понятным языком объясняешь, что это орган народного принятия решений, который, в принципе, и так у нас был через наши Всебелорусские народные собрания, которые проводили ежегодно, только этот орган уже будет создан и закреплен, его права, обязанности, ответственности, зона, скажем, принятия решений будет закреплена в данном документе. И, конечно же, через этот орган, вот, пожалуйста, тебе орган демократии, да, орган безопасности в какой-то степени будущего нашей страны, когда через этот орган мы не позволим, скажем, случайным людям, а вдруг, зайти в нашу страну и обнулить или какие-то принять, не, скажем, традиционные или вредящие нашей стране решения или обнулять какие-то законы. Когда объясняешь людям все просто, для чего это делается, конечно, люди соглашаются, даже где-то удивляются, что будет вот действительно через эти нормы. Во-первых, мы же сохраняем основные подходы, принципы, которыми наша страна жила. И, конечно, главный принцип – это защита человека, да, защита, в общем-то, наших людей. И, ну, так как мы женское лицо имеем, то и наших женщин, те гарантии, которые сегодня имеют наши женщины, безусловно, они сохраняются и укрепляются, в том числе и через этот орган Всебелорусское народное собрание. Вот. Ну и, безусловно, другие, конечно, поправки, изменения, они тоже обсуждались. Поэтому абсолютно неудивительно мне, что в предварительные вот эти дни у нас такой большой процент. И действительно, сегодня радостно, что уже практически на 14.00 мы видим цифру, следим, безусловно, за новостными выходами, вот какое-то подведение итогов и статистики, что буквально уже мы видели на 14.00 53% проголосовало. То есть вообще референдум признан уже состоявшимся и, в общем-то, наверное, радостно, что та подготовительная работа, разъяснительная работа, благодаря которой, мне кажется, дошли до каждого гражданина, ну, все-таки показала свои плоды.